уже логотип ну что же ты так долго но уже даже логотип с игрой появился о мой бог а я и сколько тут проектов однако так цивилизация уязвимая штука прихоть обстоятельств в любое время легкий взмах крыла бабочки может стать началом катастрофы харан целый город стертый с лица земли у тех кто остался здесь не было ни шанса величайшие умы мира собрались вместе и нашли вакцину против харанского вируса наконец человечество поборола заболевания но людям всегда нужно больше несмотря на обещание закрыть лаборатории в г.м. в тайне продолжила свои исследования THV для военных целей понадобилось не так много времени чтобы новый вариант THV снова сбежал в мир падение случилось скорее чем кто-либо мог предсказать горстка выживших теперь живет в небольших анклавах единственное средство связи между этими отдаленными поселениями те кто достаточно отважен или отчаян чтобы путешествовать в одиночку по опасным пустошам их называют пилигримами где-то на карте один город все еще жив город изолированный от внешнего мира город с особыми правилами теперь это последний бастион человечества шанс для нас чтобы выучить историю и на этот раз сделать верный выбор потому что каждый выбор сделанный здесь меняет будущее навсегда да наконец-то о господи сколько я этого ждал наконец-то поехали так давайте чтобы вы это долго не читали я просто скажу ребят у кого есть приступы эпилепсии аккуратно смотрите этот ролик у кого есть определенного рода там узоры на мониторах тоже аккуратно это может вызвать эпилептические припадки если будете играть в это с подобным состоянием тоже проконсультируйтесь пожалуйста если какие-то проблемы немедленно выключать ролик я забочусь о вашем здоровье как говорится и игра и используя систему контрольных точек ты мне на это насрать ребят давайте краткое интро и мы сразу же прям начнем здравствуйте друзья с вами спектр и сегодня вышла dying light 2 в первую очередь я хочу поблагодарить студию так он за то что она мне предоставила ранний доступ для того чтобы я показал это дело вам но и я естественно не один такой буду на ютюбе да но я надеюсь что вы останетесь и посмотрите это прохождение именно в моем исполнении ребят с вас максимальное количество лайков максимально возможно просто цифры нет предела нет пожалуйста не забывайте про поддержку это очень сильно сейчас для меня значит потому что я снимаю ролики по дайн лайту почти три года и я ждал дайн лай 2 я очень сильно бомбил когда ее переносили это было просто отвратительно и наконец-то мы не то чтобы я от себя говорю мы ее дождались и теперь я планирую пройти для вас эту игру вообще-то полностью но и прочим ребят также не забудьте подписаться на канал если вы тут впервые потому что видеоролики выходят ежедневно в том числе будет выходить огромное море контента по дайн лайту 2 помогите бедному и несчастному спектр у дождаться 700 тысяч подписчиков на этом канале а кстати спектр это я приятно познакомиться если вы попали на это прохождение впервые так но я буду в оффлайне бегать соответственно итак в общем друзья дайн лай 2 давайте начнем во первых я хочу вам сказать что я не смотрел никаких трейлеров никаких интервью никаких никакой информации вообще не владею единственными когда-то помните кто к скидывали с зомби моментом я его посмотрел и забыл все прости господи перекрестился забыл все только реальные эмоции только первое впечатление от игры а вам друзья приятного просмотра я так понимаю эта серия выйдет в 10 утра по москве но да и неважно и так новая игра значит здесь нет уровня сложности кошмара это очень печально то есть это отклонение от первой части но ребят давайте впервые пройдем эту игру на обычном уровне сложности если что в процессе его можно будет заменить как я понимаю да то есть в начале игры враги умеренно опасные они автобалансируются под мой уровень как тут написано но и принципе мне сойдет давайте попробуем у меня сейчас сердце становится серьезно 2036 год через 15 лет после падения харана да получается а мне можно уже комментировать да офигенно вот это я понимаю вступление первой серии мы падали с парашютом как вы помните на трубу потеряли сюда эти кровососов давай братан выкарабкивайся нас ждет целая полноценная история дружище нам нельзя расслабляться это похоже кстати спайка с первой части и раньше было веселее путь пилигрима друзья мои итак добро пожаловать в дайнлайт ой 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 а нормальная тут такая плавность в этой игре надо привыкнуть короче немного ну что ребят по звуку я немного отрегулировал давайте посмотрим на внешний вид это похоже кстати немного на дополнение до фоллоуинг и слева как видите чисто уже для консольщиков сделали менюшку да никакой агрессии у меня соответственно нет итак первую очередь давайте с паркуром ребята разберемся мы играем за некого эйдена в городе под названием который я забыл как называется конечно же потому что я спексер я все забываю ага погоди то есть он может теперь карабкаться прямо по стене ну-ка да по моему так и есть то есть он ногой еще отталкивается параллельно удерживайте чтобы прыгнуть дальше о понял ну шрэк два я помню проходил да двойной прыжок тоже знаю что такое если он тут есть так сюда и где-то тут должен быть спайк ох брат хватку нервис эм отличная озвучка ребят отличная озвучка у него просто реплика целая прервалась так ладно давайте доберемся до него кьюшка работает эм кьюшка не работает который подсвечивает объекты ты поймаешь меня братан спайк конечно сильно изменился после хора надо идем увидишь невероятно что именно большинство пилигримов не протянет в дороге двух-трех лет а ты по свету уже четыре года бродишь ты все еще жив как и ты но я-то охуенно я даже цензурить это боюсь твою энергию слышал чего джей после нового парижа ничего каким путем шоу через бэнс или гэри через бэнс ну и берень штук пять ветхих хижин бы такой же забор нам бы хоть как-то еще в гуч событий вникать здесь улей полный меда мы же не упустим такую возможность да не в жизнь и что теперь смотри если повезет сможем найти ромашку ам какого окей так ладно задание дайте мне сразу за именно соберите мёд и ромашку ам меня тут ужалит ой стой ага мед готова пчелы меня не атакует кстати это хорошо ой ой так нажмите кьюшка пользоваться чутьем выжившего да тут кьюшка все-таки работает ребят обалденно не спайка конечно клёво было увидеть но давайте будем честны мало кто его наверное помнит да так собираем и надо заодно время на уже к скоростному прохождению готовятся кстати собираем давайте еще немного соберем на будущее как вы понимаете такие расходники на дороге не валяются если что продать сможем правильно мало ли тут недостаток ромашки уже старую травницу что довели до деревни а на то и дело повторяла запомни а мед и ромашка это дары природы смешай их используем если повезет вылечишься о кстати это очень быстрый туториал я помню в первом дайнлайте он меня бесил постоянно и тогда суп на лекарство чертеж это так понимаю тир один да так давайте нажмем вы получили свой первый чертеж чертежи позволяет предметы ребят я играл в первый дайнлайт ну камон так вы мне главное просто покажите что тут и как а я дальше сориентируюсь ой-ой сколько тут всего маг батарея окислители придется поврекать сверху у меня количество хп 80 из 80 я не знаю что это такое и 140 это энергия как я понимаю а 80 это может быть урон мой да окей так здесь краются компоненты берем ромашку пропустить пожалуйста теперь выберите чертеж а все типа я просто лкм зажимаю казуальненько получим достижение ты никогда не забудешь свою первую что правда то правда и как похилиться теперь на эйч наверно шустрей почти пришли долго очень долго он хилится теперь как вы думаете а может после полного прохождения будет доступен какой-нибудь максимальный уровень сложности ну типа кошмара всякое бывает ладно спайк давай показываю что у нас тут мне бы игру наверно поярче надо было немного делать блин эти зомби конечно так ну вот заходи давай пойдем дружище ты можешь помочь что уже старенький стал а я помню как ты мне взрыв пакета в первой части давал было время ладно что у нас тут гнезда зомби я надеюсь да меня подписчики не отпустят если в первой серии сразу зомби не будет уютное гнездышко оружие можно я попробую открыть а ты поищи другой хватай все полезное да я так и собирался сделать принципе что-то батя звонит батя бать бать я снимаю сейчас я занят пока там там да там новое просто вышло вот только сейчас надо снять на завтра ага давай-давай бать ладно батя короче тоже засветился в новинке 2022 года ладно итак давайте посмотрим наверное здесь можно пройти да ну а других вариантов наверное нет так давайте кьюшку сразу активировать кьюшка буду активировать не так часто чтобы вас вам глаза не мозолить но я вижу здесь уже расходников очень много так давай между марли марли есть какая-нибудь то понимаю а почему когда они озвучивают то слышим какой-то шум типа они мой трехрублевый микрофон пятилетней давности откопали и на него озвучку наложили что ли не понимаю так ну в общем ребят ничего те же самые корзины что и в первой части тут у нас там мыло мыло мы забираем каким-то расходники типа халвы там конфеточек каких-нибудь опа исследование пять лет спустя кто-нибудь еще помнит харан или нам не дадут это почитать у меня так классно главный герой выглядит меня зрители не простят если я не покажу им то что я открыл только что можно где-нибудь это посмотреть короче явно я пока этого не найду ребят давайте потом хорошо но в общем там был написано да кто-нибудь еще помнит харан уже типа столько лет прошло так ладно я могу шариться короче очень долго но надо спайка сначала впустить здесь ничего давайте одну другому чтобы не мешало а понял я ничего открыть не могу дам так открываем рояль какой-то прикольный диванчик какой-то интересный на меня скрип скример не вылезет какого да в норме только крысами что-то открояна никто не свалил в первой части когда он подхватил зомби вирус и все ему помогали наоборот не знаю странный какой-то этот спайк но мужик уже в возрасте сами понимаете так смолу берем что-нибудь ноут конечно же не работает давайте сундук откроем сундук у нас сегодня без взлома и тут рис у нас находится окей короче стандартные продукты питания ничего интересного тряпочки какие-нибудь возьмем что-нибудь крафтим этих так а что я именно ищу подожди обыщите дом написано исследовать вечеринка на к этому времени вгм утратила контроль над вирусом понял вас а какой нынче год напомните а 2034 мужик ты тут пока да посмотри и принципе вот наверное ключевые объекты каким на вкус было вино раньше странно что он это задает мне ну давайте я буду отвечать пил в новый год хорошая была на вкус только не перебарщивать главное что-то знакомое я кстати не знаю что это за песня но у меня в инстаграме есть две виниловых пластиночки которые недавно купил ес close to the edge и группа генезис selling england by the pound это не реклама моего инстаграма я просто рассказываю вам об этом мне приятно такой сообщить галяк пользуясь случаем передаю привет ивану ивашенко и александру королеву надеюсь что это была важная информация так давайте дальше и это называли искусством я правда слышу какие-то шумы вы не могли дать актерам озвучки нормальный микрофон серьезно так ладно спайк давай проверим вот тут припасы должны быть тряпки тряпки можно что-нибудь нормальное я могу просто вырезать этот момент с тем как я бегаю конечно но ладно уж первая серия прохождения надо показывать а что у нас за этой дверью давай-ка посмотрим подозрительно тихо ставлю сотку что один из этих зомби точно живой сто процентов или он сейчас выпрыгнет на меня но я не верю что все так просто будет кошмар прости дэйв прощай как грустно кошмар бедный дэйв лучший способ отметить конец света умерли на своих условиях надеюсь и нам так повезет эйден я гляну что наверху а ты смотри сад лады плоды похожая сотку просрал ребят я отдам я отдам вам только не душите меня так ладно хорошо там что-нибудь еще здесь есть я так понимаю что для исследования особо нет наверное тряпки какие-нибудь ну-ка это карта как а это фотография но я так понимаю это все нужно просто для дополнительных кат-сцен да то есть чисто посмотреть что и как но для сюжета это мало имеет значения то есть зомби апокалипсис не были вместе до зомби апокалипсис который многих людей убил но кто-то сейчас бествует живет тем что дают что удается найти самим я даже сказал здесь у нас том она была классной ты уверен окей допустим так у нас есть еще в садике предмет вот этот как эта записка не дадут почитать да о райан гослинг параллельной вселенной так давайте прочитаем дорогая мэрия прости что сбежал говорят если человек превращается это уже необратимо я в это не верю я знаю что ты еще здесь под всей этой болью я иду к тебе не хочу больше убегать грустненько конечно мне постоянно кстати требует пропустить те или иные кат-сцены но я не хочу этого делать но в какие-то моменты наверное придется ладно ребят я думаю мне пока по расходникам больше ничего не надо да давайте поднимемся к спайку посмотрим что там разрабы отлично поработали над звуком это я могу сказать со стопроцентной уверенностью объемный звук здесь просто великолепный конец вечеринки здесь понял конец вернее мировой даже вечеринки что скажешь присядь брат наша жизнь для красный брат подарок скорее дар небес нашел рядом с телом прошлого владельца надеюсь тебя от нее будет больше проку держи ну что спектр можно ли пройти до inline 2 с самой первой битой выдохлась когда это ты стал таким гурманом пей давай я тоже кстати выпью за ваш здоровье кто знал что конец мира может быть тихим пока не наступит ночь верно жаль край на этого не видят кто не даже приплюли его сюда крейнджи умер до первой части ребят к сожалению вот такие спойлеры если высадил того парня у а здесь даже интерактивность парня какого парня что какого кончай уже ты стал пилигримом чтобы найти этого уебка вальца я нашел кто с ним знаком почему ты не сказал мне раньше что и только сейчас говоришь выпьем пиво думал дойдет что мы отмечаем парнишка из вели дора видимо он что-то знает о вальце вели дуор значит я близко у меня есть просьба не отнесешь это в гарри тебе по пути там не любят пилигримов но платят хорошо а где любят пилигримов эйден нас боятся все пытаются выжить любой ценой возможно но когда надо что-то передать прорвавшись через орду зараженных зовут нас ладно но за тобой должок да и не один а что с тем парнем я говорил с ним по рации имени он мне не назвал похоже ему есть что скрывать видишь антенну на горе она поможет с ним связаться он будет ждать на рассвете чистота 140 и 200 мегагерц свяжись с ним я так ты знаешь что он хочет замен что он хочет взамен не сказал но сомневаюсь что он из тех кто помогает за даром не думаю что такие люди есть что а как же я ты старая пиявка которая заставляет расспрашивать о своей чокнутой подружке эй-эй она не чокнутая джейн просто сорви голова и и часто из-за этого попадает в беду но ты бы видел ее огромные огромные еще слишком рано для подобных разговоров глаза я хотел сказать глаза огромные прекрасные цвета стали не слышал чтобы так и восхищались серыми глазами потому что ты ни хера не о жизни не знаешь не о женщинах наверное ты прав уверяю однажды я найду джейн мы построим дом и будем в нем жить я перестану скитаться по свету как придурок выпью за это спайк умрет по сюжету я уверен это такое клише но надеюсь я не прав обычно персонажи с мечтами всегда умирают этот вальц кто он родня нет точно нет зачем ищешь его рассказывать собираешься на однажды ну ладно мне пора и когда я тебя увижу еще через два года кто знает береги себя брат надеюсь найдешь этого вальца или как там его и не забудь 140 и 200 мегагерц на рассвете тебя ждут окей можно выдвинулся прямо сейчас тогда к этой антенне радиовышки так грязная бита редкая одноручная дубинка да можно пожалуй это сделать и так в общем то ребят тогда поехали да мы сразу спрыгиваем я думаю с этой точки да у нас же главный герой ой ой ай я вообще-то удерживал цену ладно это не важно ну мы спидраним короче дайн лайн 2 ладно поехали да господи почему я так ногами люблю дрыгать окей ну полетели сотня метров вообще кстати интерфейс меня немного напрягает он в первой части был такой знаете минималистичный вроде но при этом показывалось ведь все что тебе нужно правильно оооо давайте безопасно пока спустимся я не уверен что хочу в воду прыгать так вот что время добраться до радиовышки и пока что ни одного зомби мне еще не встретилось это довольно печально потому что вы меня съедите с потрохами за то что я их вам не покажу в первой серии ой ой мне еще интересно кстати посмотреть на новых зомби которые здесь есть так вот ребят по поводу спайка не забываем его и не забываем о том что я сказал в первой серии почему-то персонажи с мечтами постоянно любят умирать в фильмах или в играх или возможно это и правда клише которому не стоит даже уделять внимание ой ой здравствуйте кусаки кусаки сюда а не первого левела да хорошо еще контрольный найс у меня немножко дубинка повреждается это круто это нормально все осталось на прежнем месте у них есть теперь шкала брони или это выносливость какая-то так же их можно обыскивать но в основном у них какие-то тряпки вот ты выберешь отсюда или нет можно я тебя пришелёпну ай-яй вы посмотрите на этот рэгдолл народ и да написано что на обычном уровне сложности зомби по уровню будут автолевелиться короче это принципе хорошо я могу в этот дом зайти женщина не пугай меня так пожалуйста так сюда я думал если честно зомби появление будет более таким страшным что ли так забираем это смола как я понимаю смола тряпки и мыло это прям то что будет попадаться постоянно здесь да мне сюда может какие-нибудь расходники типа питание энергетический батончик но видимо нет ладно значит там что-то зеленое еще у нас было на улице ага это у нас мед мед мне нужен для аптечки и вот тут еще что-то алкоголь осуждаю но для крафта аптек тоже наверное пригодится и сигареты какие-то видимо главный герой не такой уж и зожник ладно короче не зеленого качества конечно имею ввиду так мне бы какой быстро убить блин там быстро убийство можно было сделать то что его со старта можно сделать это немного странно раньше помню навык вроде надо было на это вкачивать ладно надо обращать внимание на такие мелкие моменты так мне бы крюк кошку интересно а дюпы кстати работают здесь или нет как думаете но мы потом проверим это эйден ты зацепишься если я попрошу тебя а прикиньте таким способом никто короче не пользовался я первый оказался всегда приятно ладно ребят расходников у меня очень много поэтому с вашего позволения пойдем дальше следовать надо добраться до вышки и зайти в город я думаю да на стекстурки на стекстурки поэтому никак кроме паркура здесь собственно не заберешься да не подходите к усакам и на я идиот я идиот но это классика в моем случае кстати замечу что главный герой здесь вообще не ходит то есть он передвигается уже бегом с трусцой так скажем бегом трусцой тоже вроде неплохо но с другой стороны иногда это может создавать лишнего шума так надо кстати эту локацию тоже запоминать это у нас с вами будет давайте назовем ее лес фарма лес фарма и я так и не разобрался что по поводу починки оружия например его же по-любому нужно чинить а вот сколько раз каждое оружие подвергается этой починки пока неизвестно нам еще навыки не показывали специально ребят что я могу сказать картинка мега приятная очень приятно и сразу видно что графон здесь лютый конечно кстати играем на ультра настройках поэтому у меня с моей герцовочкой маленькая проблема с изображением но у вас будут стабильные 60 кадров которые youtube пропускает нажмите пробел во время движения вперед чтобы совершить прыжок через препятствие типа так вот так и вот так это было легко я пока справляюсь с этим так частота 140 200 мега герц да не силен конечно в радиосвязи но надеюсь что меня не заставят тут всякие креста решать на эту тему так здесь лестница под обломом трос имеется а серьезно настолько легко что я понял и и ну очень ребят начало игры оно чисто для того чтобы познакомить тебя как будет выглядеть дайнлайт 2 и для того чтобы просто попасть в город это чисто пригорода вернее как загородная местность проще назвать и дальше мы уже с вами во второй серии начнем настоящее исследование окей прыгунов пока нет ночь как увидите тоже не приближается я помню что самое первое необычное прохождение это дайнлайт 2 только ночью пошел пошла пошла сюда я хорошо он правда постоянно лишний удар у меня делает но надеюсь вы не портите оооо а вот кстати по поводу ночи ребятки вечереет уже слишком поздно и никого нет рядом чтобы поддержать тебя да ладно это ж спектр комментирует когда комментирует спектр это значит вы должны максимально расслабиться ой стой еще разок и прыжок паркур повыше на уровень 1 так давай ось так окей давайте я просто ребят посмотрел сколько тут навыков так значит высокий прыжок позволяет дотягиваться до более высоких уступов наведите указатель так давай навел удерживайте чтобы прыгнуть выше давай а блин вкачать надо так значит смотрите у нас есть очки паркура есть очки боя соответственно это сила дам сила пока у нас еще не вкачана окей максимум это конечно же а максимум это вообще иное все тут какие-то навыки кстати брали даже с модификации на первый дайнлайт как я понимаю так давайте длинный прыжок используем еще чуть-чуть можно было не вставлять эту реплику я и сам это произнес бы так и мне кстати немного не нравится что уже вечереет ребят поэтому ждем справа вверху вы можете заметить как у меня прибавляются очки паркура это довольно уже темно пора найти пристанище на ночь ты че издеваешься надо что-то получше ты издеваешься что-то до мной да мы бы сейчас спокойно до радиовышки с тобой добрались чувак окей найдите безопасное место для сна как я понимаю главные врата в таких случаях конечно же закрыты клише о подсказка для таких людей как я ага для невнимательных проните на водосточную трубом в однопорную восточную поняли здрасте я должна быть где-то здесь скажите пожалуйста я здесь один или или нет так давайте обыщем сколько я уже расходников подобрал в этой игре это просто кошмар какой-то дверь открываем закрыта воспользуйтесь q чтобы найти ого здарова кто-то их трогал недавно это же ведьмак 3 какой-то подожди f его сдвигали так давай мы это сделаем попробуем fffff теперь новый мем появится нажмите f чтобы сдвинуть шкаф да получается и тут у нас видимо безопасная зона А подожди, это типа та точка Которой мне надо было прийти А я подумал, что мы далековато еще Так, гангрена какая-то, смотри Гангрена, это плохо Не работает, нужно ее запитать Окей, окей, только я сначала Наберу тут еще расходников Я хрен знает, зачем мне столько расходников Но Сиги-то я явно продам А вот по поводу алкашки всякой Ну, с него, наверное, что-нибудь крафтить можно Так, давайте выберемся пока Ой-ой, вот это я зря сделал Надо привыкнуть, надо привыкнуть, ребят Так, открываем А я говорил, что я здесь не один Это что-то что-то такое Саша, это ты? Это какой-то новый вид зомби, короче говоря Это бегун Это... Ни хрена себе! Вот это зомби-паркурист, мое почтение Так, основы боя Некоторые враги используют мощные атаки Которые наносят огромные уроны и могут сбить вас с ног Когда враг собирается задействовать мощную атаку Уклоняетесь Ага, когда красная, да, появится Чтобы совершить уклонение, нажмите прыжок Понял Окей А можно мне... Угу, попробовать Ну-ка Это... Нас сначала расправится с шестерками Да хрен ли Хрен ли он нырёт на меня Я ведь ему ничего не сделал Всё, сначала с его шестерками надо разобраться Я тысячу раз вам рассказывал Сначала я люблю Разбираться с шестерками А потом уже драться с боссом Я считаю, что я поступаю правильно Офигеть у меня... Так, спокойно, братан Офигеть у меня, конечно, в выносливости оно сожрало Давай, нападай на меня У меня, кстати, сила прокачивается Если вы сейчас скажете, что я теряю время У меня прокачивается сила после такого Мда Найс уклонился, Серёга Найс уклонился Вот так вот Делаем уклон И бьём его Давай, ещё Давай Нет, тварь Она ушла Хорошо, оседай её Чтобы не проснулась Вообще, я только что махал просто по всему, что движется Извините, если это коралл Чуть не сдох Чувак, если бы это была высокая сложность Может, я бы и сдох Так, лекарства у меня есть Давай, похилимся маленько Как приятно, что зомби, они тоже падают, ребятки Окей Так, расходнички, тряпки всякие И, по-моему, это последний остался Всё, ладно Давайте генератор запитаем Иначе будет только хуже Но сначала Рюкзаки Металлолом Металлолом, наверное, нужен для починки оружия Как я понимаю Или для её апгрейда Или что-то ещё Так Давайте, наконец-то, откроем эти ворота Окей, значит, зомби-бегун Зомби-бегун Это мы запомним Комментатор Это запомнит Так Включаем Опять я, да господи Вы там видите что-нибудь? Вот Да будет свет Это что за музыка? Ара-ра-рам Я надеюсь, Ютуб не забанит За лицензионную музыку Так, вы только что открыли первую безопасную зону Получили точку возрождения Во всех зонах есть ультрафиолет Который отпугивает зомби Понял, принял Спокойной ночи, дамы и господа Кстати, музыку я забыл выключить Да, хрен с ней Ну что ж Эйден Эйден Шмейден Эйден Шмейден Мы убегаем, или как? Сейчас? Нет, когда составимся Сейчас, Эйди Нам нужны припасы Все готово Не, какая-то Это сестра его, что ли? Так тихо Где же все? Может, все умерли? Ты дура Пошли Живо А может, у вас сестра, кстати, как-то с вирусом связана? Как думаете? Это какая-то престарелая версия доктора Кэмдена Из первой части, наверное Все хорошо Погани ничего не говорят, наверное Я должен комментировать Я так понимаю, это какая-то лечеб... Подожди, это, во-первых, похоже на убежище, но вроде как и лечебница какая-то Исследовательская лаборатория замаскирована Ничего хорошего не выйдет Привел 12-346 Овальц Мы должны были отвезти пациентов в город Не волнуйся, нас скоро выпустят Эйди, мне страшно Я с тобой Ты в безопасности Маленькая Эйдена озвучивает женщину, которая Рона Уизли в Гарри Поттере озвучивает, или мне кажется? По-моему, это она, кстати Надо послышать будет Слушай меня Не подходит Мне нужен лысый Тише Видишь? Даже если нас разлучат, мы всегда сможем найти друг друга Доктор Вальц, мы не успели Военные вот-вот будут здесь Стой Закрой глаза Интересно, сколько этому Вальцу лет сейчас, когда Эйдену что-то в районе 25, наверное, да, я думаю Судя по внешности Ну окей, нам наконец показали предысторию В лаборатории И почему он ищет Вальца Хотя пока неизвестно, если честно Ой-ой-ой-ой-ой Кошмар Иди сюда Мия Мия Эйден Ну я понял Он либо потерял ее, либо Она где-то в этой области, может быть, скрывается Кто знает О, музыка, кстати, вырубилась Отлично И уже утро Ну что, можно двигаться тогда к радиовышке Там, наверное, недолго до нее, да, осталось ковалять Я думаю, мы до нее доберемся И на этом, наверное, первую серию с первым взглядом пока Завершим Надо связаться с тем, о ком говорил Спайк Да, я опять забыл, что мы уже на радиостанции Так, 140-200 Это Эйден Я сейчас на частоте 140-200 МГц Прием, Эйден Да Я должен был с тобой связаться Рад, что не передумал Зачем тебе, Вальц, Пилигрим? Чтобы найти кое-кого Ее зовут Мия 15 лет назад мы вместе были в больнице и... Я знаю, кого ты ищешь, Эйден Ты хочешь знать, зачем Вальц ставил на вас все эти опыты? Почему ты сильнее и выносливее других? Я просто хочу найти Мию Ищу ее, как ушел из лагеря выживших Можешь мне помочь? Может и могу Давай встретимся, Пилигрим Где и когда? Вход в туннель метро на берегу В туннеле можно попасть через открытый люк ВГМ Я буду там Ой, я помню эти встречи с информаторами Ты же не делаешь это просто так? С Макс Пейн Мне нужно уйти из города, но не в одиночку Отведи меня в Новый Париж и мы квиты По дороге я расскажу тебе все, что знаю Конец связи О, башня Постой! Я должен хотя бы знать, что она жива Она жива Убедительно Приемлемо Я иду к месту встречи Увидимся Давай, пакеда, братан Так Теперь давайте я подумаю, что будем делать Нам надо добраться до туннеля ВГМ, да, получается? 150 метров Ну давайте добежим до него И когда я в сам люк зайду, где будет куча зомби, да? Мы, наверное, на этом сделаем пока перерывчик Итак, Новый Париж Кстати, карту можно открыть? Нет, карту нельзя открыть Печально Я видел башню Вон там А вообще посмотрите на этот город Он сам по себе ведь тут огромный Ха Мне даже интересно, где мы по факту будем здесь Ну вот это, наверное, уже текстуры Я думаю, что туда мы не доберемся Так, на трос давай Ам Прикольно А я пробел вообще-то зажимал Ладно Сделаем это все дедовским способом Кстати, давайте в инвентарь зайдем У меня там аптечек случайно нет Ремесло Есть, конечно же Создать максимум, кстати, можно Это очень полезная штука Давайте я, наверное, пока делать этого не буду Просто хочу, чтобы у меня аптечка про запас Осталась хотя бы одна Так, 200 метров Средьтесь со связным в туннелях метро Кстати, мимо улип нельзя проходить Пчелы здесь дружелюбные Пчелы здесь не жалятся Значит, нормально Мягкие поверхности смягчат падение Ага Только очки паркура они мне не дают Как в случае с Дайнлайтом 1 Ребят, ну слушайте, картинка Мега приятная, конечно Давайте вниз Я же не умру, если... Окей, нормально Так, окей И еще кое-что Можно здесь поискать Расходники дополнительные Но я не уверен Все, что мне пока нужно В плане расходников Это аптечки Но, как я понимаю Хрен я здесь их найду Здесь чисто, да, сигареты И металлолом Которые у меня потом Уйдут на Крафт или просто продажу какую-нибудь Соответственно Дыхалка Это у нас выносливость Все, как в первом Дайнлайте Но, если честно Пока общие виды Не контрастируют с тем Что было в первой части Наверное, я хочу посмотреть На какой-нибудь город уже Ну, такое Привет, зомбоящеры Это Эйден Ты меня слышишь? Громко и четко Значит, ты уже близко Я переплываю озеро Значит, ты уже почти у туннеля Там есть вход Единственный, который оставил АВГМ, когда закрыла город Поторопись Понял Что не так? Живее Кажется, он что-то скрывает от нас Так, ладно, допустим Ну, как видите, я пока зомбаков игнорирую Но это ненадолго Я просто хочу добраться до тоннеля И, как я понимаю Основные драки будут там Может, нам там выдадут Какое-нибудь оружие получше И прикиньте, даже если нам Огнестрел выдадут сразу же, да? Это будет прям отдельная тема Для анекдотов Так, ладно 50 метров До вот этого тоннеля ВГМ Надеюсь, он ведет, кстати, в город По итогу Зомби тут нет Я бы их попереубивал, на самом деле Но, окей Ребят, сразу хочу сказать Игра гораздо медленнее первой части Гораздо медленнее первой части Прямо Мое неуважение даже Но, так или иначе Как будто у нас есть выбор Логично Так, на канат Нахрена я вообще наверх лезу Если можно вот так сделать Оп И вот так Да, удерживайся Угу Все, готово Ну, давайте узнаем Кто наш информатор Если тут, конечно, какая-то сцена будет Привет Эм, ты там далеко, братишка? Я вхожу в туннеле Эй Слышишь меня? Скоро встретимся Уже иду Связь пропала Не нравится мне это все, если честно Ну да ладно Наверное Оно того стоит По итогу А знаете что, ребятки? А давайте вот на этом Мы пока сделаем перерыв Давайте во второй серии Которая выйдет через Ну, часа четыре Где-нибудь в два дня Я думаю, да? По Москве Мы с вами продолжим Исследование туннеля Познакомимся с информатором И будем продолжать Исследовать сюжетку Dying Light A2 С вами был Спектр Плейлист у вас сейчас будет Внизу слева на экране Не забывайте Про лайки Подписочки на канал Комментарии Делитесь своим мнением По поводу этой игры В плане первого взгляда Ну и услышимся через Несколько часов Всем удачи Не болейте И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok